Анна Катрина Вестли. Повесть «Опасное путешествие Щепкина». Глава девятая. Экспедиция с тележкой. Щепкин очень обрадовался, что Корнеевна с Корешком перебрались жить большой дом. Теперь он мог не волноваться за них. Уходя с малышом рисовать цветы, он едва махнул своим рукой и был явно рад, что проведет день в компании малыша. — Если столяр от тебя устанет, — сказала мама, — садись на автобус и приезжай в магазин. Вот тебе деньги на билет. — Хорошо, — кивнул малыш, — но вряд ли он устанет, потому что, когда ему надоест разговаривать, я всегда могу тихо один поиграть в принцессу, лошадку и медведя. — Вот оно что! Тогда хорошего дня, — ответила мама. Принцесса, лошадка и медведь — деревянные фигурки. Столяр сам их вырезал. Малыш влюбился в них с первого взгляда, а Щепкин относится к ним с опаской, особенно к четвертой фигурке — троллю. Ему Щепкин не доверяет. Столяр встал ни свет, ни заря, и к приходу малыша успел выпить кофе и выкурить первую трубку. — Слушай, малыш, — приветствовал их Столяр. — Я тут подумал, цветы, конечно, прекрасно, но не нарисовать ли нам еще лошадку? — И собачку, — предложил малыш. — Вот будет здорово! — И еще кого добавим? — откликнулся Столяр, доставая с верхней полки хорошие кисточки. Столяр явно любил рисовать и предвкушал, как примется за кроватку. Малыш знал, что Столяр мастерски управляется с деревом, но теперь увидел, что и розы он рисует отлично. Мало того, между цветами он пустил гулять разных зверей. Кроватка получилась такой красоты, что малыш втайне мечтал сам ее заполучить, но нет. Она достанется этому Лили Бьерну, а он, когда спит, то тихий и хороший, а когда просыпается, совсем наоборот. Закончив работу, Столяр сказал, — Ну вот, теперь нам полагается попить кофе и выкурить трубочку. Кроватку мы пока поставим к печке, пусть сохнет, а потом повезем ее к тетушке Заботе. — Понятно, — сказал малыш. — Тогда я поехала в магазин. — Так дело не пойдет. Мне нужна твоя помощь. Я повезу ее на тележке, а ты должен придерживать, чтобы она не сферзилась. — В дом я не зайду, — предупредил малыш. — Тут, понимаешь, дело какое, — сказал Столяр. — Мальчик уж очень испугался, что ты у него тетушку Заботу отнимешь. Я тебя прошу об одном. И ты мне обещай. Ты на этого мальчика вообще не смотри и держись за меня. Что бы ни происходило, крепко держись за мою куртку. — Как если бы ты боялся, что он меня заберет? — Понял. Малыш был явно доволен. — Хорошо, я с тобой схожу. Но куда же я дену Щепкина? Я же буду за тебя держаться. — Его мы посадим к тебе под свитер, чтобы наружу только голова торчала. — Идет, — обрадовался и Щепкин. — Тогда я с вами. Потому что когда Щепкин сидит у малыша под свитером, то ничего в целом мире не боится. Тележка Столяра оказалась большой и такой тяжелой, что малышу было не под силу везти ее одному. Столяр сам вывез ее из сарая и запарковал у крыльца. Потом они вдвоем вынесли кроватку, и Столяр подложил под нее коврик, чтобы не поцарапать ярко-белую краску. — Дверь запирать не будешь? — спросил малыш. — Я крючок накину, чтобы все видели, меня дома нет. — Так они могут войти, если захотят, — сказал малыш. — Если они непременно хотят попасть внутрь, пусть уж лучше просто заходят, — ответил Столяр. По тропинке с их грузом было не пройти, поэтому они спустились на автомобильную дорогу. И все, кто ехал по ней в тот день, наверняка восхищались красивой кроваткой, катившейся вдоль обочины. Идти до домика тетушки Заботы было далеко, но Столяр как будто бы чувствовал, когда малыш устает. И за секунду до этого всякий раз успевал сказать, — Давай-ка сделаем привал. Так они шли долго, но, наконец, дошли до тропинки, что ведет от дороги к домику. — Ну вот, — сказал Столяр с чувством выполненного долга. — Как только покажется дом, сразу прячься за меня. — Как же ты один справишься? — спросил малыш. — Я же должен поддерживать. — Я постараюсь, — ответил Столяр. — Я буду толкать тележку очень аккуратно, а ты делай, как мы договорились. — Интересно, — подумал малыш. И как только увидел тетушкин дом, сразу юркнул за спину Столяра и крепко ухватился за его кортку. Идти так на буксире оказалось делом странным, потому что он видел только спину Столяра перед собой и землю под ногами, отчего казалось, что дорожка идет под ним сама по себе, а он стоит на месте. У малыша даже голова закружилась. — Что-то я не уверен, что хочу идти с вами, — вдруг сказал Щепкин из-под свитера. — Нет уж, дружок, — ответил малыш. — Мне нужна твоя помощь. Иди со мной. — Ничего не знаю, — сказал Щепкин. — Ты сейчас подружишься с новым мальчиком, и вы убежите гулять, а меня одного дома бросите. — Честное слово, нет, — заверил его малыш. — И обещаю, я буду брать тебя с собой всегда, когда захочешь. — Вот мы и пришли, — сказал Столяр и повел плечами, расправляя спину. Малыш тоже повел плечами. — Ой, что это к нам приехало, — сплеснула руками тетушка. — Прекрасная расписная кровать и Столяр с собственной персоной. Она вышла на крыльцо. За ней, вцепившись в завязки передника, прятался маленький мальчик. Он был почти невиден, но малыш успел его заметить, когда на секунду выглянул из-за спины Столяра. — Вот, готово, — сказал Столяр. — Давай пока здесь ее поставим, чтобы запах выветрился. Краска уже высохла, но запах долго держится. — Давай, конечно, — ответила тетушка забота. Они со Столяром вдвоем сняли кроватку с тележки. Причем за спиной Столяра прятался малыш, а за тетушкиной спиной тот мальчик. — Добро пожаловать в дом, — пригласила тетушка Столяра. — Мы угостим тебя кофе с пирогом. Мы с Лилибьорном сегодня его испекли. — Ага, — восхитился Столяр. — Уже печете к Рождеству? — Нет, просто нам обоим нравится печь, а я как раз взяла несколько дней отдыха. Не ухожу работать. И мы решили, что будем печь почаще. Захотелось пирога, сразу испекли. Так что добро пожаловать. Столяр шагнул в дом и втянул с собой малыша. Теперь и тот мальчик наверняка увидел его. Но не поднял крика, как вчера. Зато он держался за тетушку, как привязанный. Она пошла на кухню принести кофейник, он за ней. Она стала разливать кофе, и он двигался вместе с ней шаг за шагом вдоль стола. Потом они, все так же играя в паровозик, отнесли кофейник на кухню. Наконец тетушка Забота села за стол, а мальчик устроился на полу рядом с ней. Малыш тоже сел на пол, но рядом со столяром. Время от времени он косился на того мальчика, а сам крепко держался за брючный ремень столяра. Сверху к нему спускался то кусок пирога, то стакан молока, и малыш наслаждался жизнью. Видимо, и тот мальчик проводил время так же. Вдруг тетушка ахнула. Ах, нет, не может быть! Мне показалось, мимо дома пробежала лиса. — Кто? — спросил малыш. — Лиса! — ответил Лили Бьерн. — Я никогда лис не видел, только на картинке. И они с малышом, не сговариваясь, скачили на ноги и бросились за дверь. Она осталась распахнутой, а они, как ветер, пронеслись по дворику, садику и выскочили на тропинку вниз. — Вон, вроде хвост ее мелькнул! — крикнул малыш и помчался по тропинке. — Испугалась бедная! — сказал Лили Бьерн. — Убежала! — вздохнул малыш. — Поняла, что мы гонимся за ней. — Убежала, а в другой день назад вернется! — проговорил Лили Бьерн. — И только я ее увижу, потому что только я буду жить у тетушки заботы. Я буду долго у нее жить, пока папа с мамой не вернутся. — А я живу дома, — сказал малыш. — Твои папа с мамой в море? — Да! Они в Африку плывут, — ответила Лили Бьерн. — Важно! — А мой отец ездит в пальто и платьях, — заметил на это малыш. — Мама работает в магазине, а брат учится в школе. К тому же у него есть рюкзак. — Это он вчера приходил тебя искать? — спросил Лили Бьерн. — Да, он, — кивнул малыш. — Скажи большой. — Большой, — согласился Лили Бьерн. — Очень. Они снова побежали. И бежали, что было сил, почти до самых дверей. Но тут Лили Бьерн спросил. — А что это у тебя под свитером? — Щепкин, — ответил малыш. — Можешь посмотреть. Он мой друг. У меня их два. Щепкин и Столяр. — А мой друг, тетушка Забота, — сказал Лили Бьерн. — Хм, — хмыкнул малыш. Они зашли в дом и сели, как сидели. Но теперь изредка поглядывали друг на друга. Тетушка Забота и Столяр разговаривали о своем. Похоже, они вообще не заметили, что мальчишки вернулись. Вдруг Лили Бьерн протянул малышу кусок пирога. — Это Щепкину, — сказал он. — Спасибо, — ответил малыш и помог Щепкину поклониться благодаря за угощение. — Нормальный парень, — одобрил Щепкин. — Ничего страшного, если ты с ним познакомишься. — Спасибо за угощение. Нам пора, — сказал Столяр. И с малышом на прицепе вышел из домика. — Не желаешь ли проехаться? — спросил Столяр малыша. — Тогда полезай в тележку. И Столяр повез малыша домой. Малыш оглянулся на маленький домик. Тетушка стояла на крыльце и приветливо улыбалась ему, но не махала. А за ней прятался Лили Бьерн. Его голова торчала из-за ее спины. А потом он показался весь целиком. Он поднял руку и два раза помахал им. Малыш помахал в ответ. — Он мне помахал, — сказал малыш. — Малыш, мне кажется, мы почти познакомились. — Ему нужно время, — ответил Столяр. — Это непросто оказаться вот так одному в чужом месте. — А ты совсем один, — спросил малыш. — Я? — Нет, у меня есть ты и моя работа, — ответил Столяр. — А интересно, сколько уже времени? — Ого! Дело к четырем. — Филипп сейчас придет, — завопил малыш. — Высади меня здесь. Я подожду его на лестнице. — Хорошо, если ты не будешь бегать на дорогу. — Ни за что не буду. Малыш спрыгнул с тележки, вежливо попрощался со Столяром, сел на ступеньку и завел разговор с Щепкиным. Сейчас он опять был похож на того, когда спал. — Кто похож на когда? — Не понял Щепкин. — Лилибьерн этот! Сегодня он был подобрее. — Ну да, он милый, дал мне пирога. Я его и не боюсь даже. И он тебя тоже не боялся, — кивнул довольно малыш. — Вот это странно, — поведал Щепкин. Я был уверен, что он меня страшно испугается. — Филипп приехал, — сказал малыш. — Привет! — закричал Филипп издали. — Хорошо, что ты тут. Я уж думал, придется мне опять бегать по всей дороге тебя искать. Что делал сегодня? Сначала я был у Столяра, потом мы пошли к мальчику, и я с ним почти познакомился. — А это тот мальчик, что гостит у тетушки заботы? — Так он все-таки ничего оказался? — Кажется, да. Он Щепкину очень понравился. — Это говорит о нем хорошо. — Пойдем в дом, поставим картошку вариться. Только чур сегодня под столом не засыпай. — Сегодня не засну. А в тот раз я правильно заснул. — Это почему? — Если бы я не заснул, я бы не познакомился с медведями. — Какими медведями? — удивился Филипп. — Большой медведицей с медвежонком на небе и Лили Бьерном у тетушки заботы. Тоже медвежонок получается. — Малыш, сколько ты всего уже знаешь, хотя даже в школу еще не ходишь! — похвалил его Филипп и опустил чисто почищенную картофелину в кастрюлю. — У тебя сегодня очень много дел? — Нет, совсем мало. — Как хорошо! — обрадовался малыш.